Анастасия, здравствуйте. Образование белорусской диаспоры во Франции началось еще в 1930-х. Можем ли мы сегодня говорить об интересе французов к белорусской культуре? Я думаю, что еще 10-15 лет назад во Франции практически не слышали про такую страну, которая называется Беларусь. Сейчас все более и более люди, так скажем, в курсе, кто такие белорусы и что такое белорусская культура. Естественно, благодаря Цимбалам и моему творчеству, как можно больше людей я пытаюсь захватить этой любовью к белорусской культуре. Благодаря вашим проектам, какой потенциал сейчас реализуется во Франции для того, чтобы познакомиться с нашей культурой? Например, я создала проект, который называется Art Fusion. И уже реализовываю его пятый год совместно с консерваториями, совместно с музыкальными школами и профессиональными музыкантами. Я даю от 5 до 10 мастер-классов, где мы собираемся все вместе, репетируем, создаем, импровизируем. И в проекте представлено огромное количество белорусских аутентичных песен, мелодий. И любой музыкант может попробовать со своим инструментом участвовать и играть эти мелодии, также танцевать. И проект Art Fusion — это соединение стилей. Например, музыка 19 века, 9 века вместе с рэпом и попом, брейк-дансом и аутентичной музыкой и спевами. Каждый человек может найти в этом проекте, что попробовать, попробовать свои силы. Может быть, даже гитарист, который никогда не играл на цимбалах, он может попробовать или спеть, например, на белорусском языке. И что самое интересное, что после проекта, в котором участвуют более 100-150 человек, каждый знает несколько белорусских песен, несколько белорусских танцев. Поэтому эти проекты я реализовываю в разных городах. Можете себе представить количество французов и не только, которые проникаются нашей белорусской культурой, и она остается в их сердцах навсегда. Полтора года назад вышел ваш первый альбом «Амур Луантен». Что он собой представляет? «Амур Луантен» — это первый альбом, над которым я работала три года с музыкантами, очень известными, и не только французами. Например, Наполеон Мадокс — это рэпер из Синсинати, замечательная группа «Тамбур де Бронкс». Проект собой представляет аутентичную музыку, которая соединяется со всеми практическими стилями. Самое интересное в этом альбоме — это инструменты. Есть акарина, есть цимбалы, есть колесная лира, всевозможные жалейки, ударные инструменты. То есть огромный спектр инструментов всевозможных, именно древних, именно наших национальных, которые представлены в этом альбоме. Знаю, что еще у вас есть свободное время также для работы в театре. Какие проекты вам интересны как режиссеру? Театральные проекты я создаю и реализовываю сама при поддержке, например, театра «Эдвиш Фойер» в Везуле. В этих проектах участвуют дети. Они все у меня танцуют, поют на белорусском и не только, потому что проект — это мультикультурный, музыкальный. То есть там представлены 8-9 языков, на которых мы поем, и разные культуры. Как сегодня поддерживаете творческие связи с Беларусью? Мне представилась возможность несколько лет назад сотрудничать с белорусской группой «Бокс Беларусь». Мы дали несколько совместных концертов. Мы пели и играли на одной сцене. У меня есть еще группа танцевальная, которая называется «Корунки». И всегда просто греет сердце возможность выступать с нашими артистами. Анастасия, спасибо за разговоры. Ждем встреч с вашим творчеством в Беларуси. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!